Оксана Сергеева рассказывает, о пакологических проблемах планеты стала задумываться давно, но только три года назад решила собирать мусор отдельно. Сегодня, во Всемирный день батарейки, девушка пришла сдать накопившиеся старые аккумуляторы на переработку, как полагается, в специальные контейнеры. Нет какого-то такого события одного, после которого я прям все погрузилась глубоко в тему. Наверное, это накапливалось везде по чуть-чуть, по чуть-чуть. Это, знаете, летающие бахилы по городу, там, связка шариков в лесу. С детства у нас есть загородный дом, водоем там с каждым годом все грязнее и грязнее, именно пластиковыми отходами. Выбрасывать в грунт испорченные батарейки нельзя. Они содержат цинк, марганец, кадми, никель, ртуть. При разложении один такой аккумулятор способен отравить до 400 литров воды и до 20 кубометров почвы. Такие контейнеры для приема испорченных батарейок находятся практически в каждом крупном магазине электроники. Кроме этого, батарейки можно принести и сдать в университетах. Полный же список мест приема токсичных отходов можно посмотреть, набрав в поисковике словосочетание Recycle Map. Ну а пока что внесем свою небольшую лепту в улучшение экологии нашего региона. Если вы решили помочь планете, приготовьте не менее 20 контейнеров для раздельного сбора мусора. Один только пластик делится на 8 видов. Отдельно собираются токсичные отходы. Лампочки и батарейки, макулатуры и металлы. Причем алюминий нужно сортировать отдельно. Чтобы не запутаться на первых порах, начинающие активисты-экологи нередко обращаются за консультацией к экотренерам. Анастасия Государева консультирует неравнодушных к будущему планеты людей уже два года. Она точно знает, те, кто сортирует отходы, перестает использовать слово «мусор». Каждый выброшенный листок бумаги или пакет из-под хлеба – это ценное вторсырье. В кухонном ящике она обустроила мусоросорсировочный склад. Тут у меня отдельно крышечки, стрейч-пленка, здесь мешочек для алюминия, есть специальная коробочка для разного вида пластика. Тут я, конечно, сейчас не объясню, как они отличаются. Вот тут у меня для мягкого пластика, здесь мешочек для бумаги, отдельно пупырчатая пленка, ее тоже принимают на переработку. Девушка вовлекла в процесс раздельного сбора отходов всех соседей. В подъездах ее дома установили спецконтейнеры для макулатуры, батареек и крышек. Я подумала, что хорошо, чтобы это было более доступно, по крайней мере, то, что я могу сделать, ну, я могу вот в своем доме, да, во всех подъездах установить и там раз в месяц, допустим, забирать оттуда батарейки на переработку. Сейчас в Самаре есть много мест для сдачи отсортированного мусора, то есть потенциального вторсырья. В первую субботу месяца любой желающий может принести макулатуру, стекло, металл, а также пластик на утилизацию по адресам, указанным на сайте Recycle Map. На вырученные от переработки средства активисты покупают корма для животных из приютов, направляют деньги в детские дома и дома престарелых. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов, Максим Гусев. События.